Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы! С вами, как всегда, Александр Сударев. В этом видео мы побываем в гостях у наших новых партнеров из Motorized System, где мы узнаем, чем занимается их компания и как они связаны с проектом Doinova. Приятного просмотра! Всем привет! Меня зовут Илья Горбунов, я являюсь руководителем Motorized Systems Россия. На рынке мы уже больше года, а наши байки производятся больше 8 лет. Основное наше направление – это карбоновые электровелосипеды. Но ближе к сезону мы планируем расширять ассортимент, и у нас появятся электроскутеры, а также тяжелые электромотоциклы. На данный момент все наши байки оборудованы магнитными моторами, как центральными, так и мотор-колесами. Но, забегая чуть вперед, у нас планируется переход на асинхронные моторы Doinova. На все наши байки мы предоставляем гарантию год и обеспечиваем максимальную сервисную поддержку. На данный момент у нас большая сеть авторизованных сервис-центров, где вы можете без проблем сделать, например, ТО. В общем, мы стараемся обеспечить полный цикл поддержки клиента, начиная от мелкого ТО и заканчивая дизайн-проектом, зимним хранением и доставкой. Недавно мы стали генеральным представительством АСПП Вейхай, и теперь у нас в продаже появятся моторы DA90S, DA100S. Для тех, кто не в курсе, это моторы с технологией Славянка. Теперь вы сможете их приобрести у нас и, соответственно, протестировать. Впоследствии мы собираемся перейти полностью на асинхронные моторы Doinova. Для тех, кто уже сейчас готов приобрести моторы, киты или контроллеры, наша партия уже выехала, и ориентировочно мы ее ожидаем в начале где-то марта. Как вы знаете, на днях мы привезли ту самую Спарту из Германии. Спарта оборудована мотор-колесом Doinova 318 мм. Эта Спарта побывала уже, наверное, во всей Европе, выставлялась в Монако. Теперь она находится у нас. Сейчас ее дорабатывает команда Motorai Systems. И в дальнейшем вы сможете увидеть ее, как у нас в шоуруме. А еще, забегая чуть вперед, вы сможете увидеть и протестировать эту Спарту на совместной площадке проекта мотор-колесо Doinova и мотор-колесо Doinova 318 мм. Для того, чтобы доказать и показать, на что способна технология, как это работает и куда ее можно и в каком виде применить. И, как вы видите, в области электротранспорта она применяется в огромном количестве спектров самых различных транспортных средств. Кто-то спросит, где же серийное производство? Почему есть только опытные участки, опытные образцы, но нет серийного производства? Серийное производство у нас есть. И об этом уже можно говорить смело, что мы и делаем. На данный момент компания уже серийно выпускает два своих двигателя. Это двигатели, которые называются DA90S и DA100S. Эти двигатели, они модернизированы по технологии славянка. Еще раз, компания выпускает их серийно. Вы можете их купить. Можно купить их отдельно. Можно купить в составе транспортных средств. Там и электробайк, и электроавтомобиль. Можете выбирать то, что вам больше нравится. Либо купить двигатели отдельно, еще раз, и поставить на свой байк, который вы бы сами хотели. Поэтому, если вы давно мечтали о том, чтобы испытать технологию DA1 в действии, вы можете это сделать без проблем уже сегодня. То, что я вам сегодня рассказывал о технологии, Эта компания делала в чьи 23 лет. Достаточно большой путь был пройден. И еще раз, за это время были и патенты, и исследования, и опытные образцы, и серийное производство. Но в итоге компания подошла к тому, что для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы реализовывать свои цели, ей потребовалось финансирование. И, конечно же, для того, чтобы его получить, сначала команда пошла к крупным инвесторам. Соответственно, многие спрашивают, почему же вы не работаете с крупными инвесторами? Почему именно краудинвестинг? Почему именно народное финансирование? Ну, соответственно, ответ очень простой. Когда пошли к крупным инвесторам, предложения в целом разделились на два лагеря. Первый говорил о том, что я готов в тебя инвестировать, но я хочу, чтобы это было мое. То есть, я тебе даю денег, но забираю себе 80% компании. По большому счету, это говорит о том, что нужно продать свою компанию, продать технологию, тратить над ней контроль. И либо являться небольшим совладельцем, малым партнером, либо остаться на позициях топ-менеджеров, когда тебя в любой момент могут уволить, и твою технологию, в принципе, дальше никуда не пустить. Второй момент, что предлагали эту технологию развивать за рубежом. На что также Дмитрий Александрович дал отказ и сказал, что технология будет развиваться именно у нас, и реализовывать это будет именно у нас в России. Зачастую на таких моментах люди ломаются, потому что в России ты вроде бы никому не нужен. За рубеж тебе говорят, ну, приезжай, мы просто тебя купим. Ну, соответственно, это тоже для многих хороший вариант. Кто-то просто продает свои разработки за рубеж, там, за несколько миллионов долларов, потом кто-то на этом зарабатывает миллиарды. Соответственно, сейчас у нас так и получается, что мы покупаем за рубежа то, что было сделано еще на советские патенты, и просто было продано, потому что в России не нужно это было, как тогда, по крайней мере, казалось. И, кстати говоря, вот с развала Советского Союза из России уехало более одного миллиона человек, высококлассных инженеров, ученых и разработчиков высокого класса, которые получали образование у нас, которые делали разработки у нас, ну, теперь они там. Но Дмитрий Александрович Дуинов сказал, что он по этому пути не пойдет, он своими силами продолжил развивать все это здесь у нас в России. Ему это успешно удалось, ему удалось и получить патенты, и сделать опытные образцы, и все это на свои деньги, своими усилиями. И в итоге он решил завершить начатое именно здесь. Именно так и появилась идея сделать этот проект народным, сделать этот проект так называемым краудинвестинговым. Это такой популярный уже на данный момент за рубежом способ финансирования стартапов, компаний и малого и среднего бизнеса путем получения денег не от одного крупного инвестора, а от большого количества малых и средних инвесторов. И минимальная инвестиция в наш проект составляет 50 долларов, то есть можно платить по 50 долларов в месяц, по 3 тысячи рублей. И на протяжении 10 месяцев, чтобы купить пакет инвестиционных долей компании на 500 долларов. Соответственно, этот вид инвестирования доступен каждому человеку, поэтому это и называется народное финансирование. Причем, обратите внимание, то есть компания на данный момент предлагает с целью привлечь инвестиции для своей деятельности не просто пожертвовать для ее развития. Компания предлагает стать совладельцем того бизнеса, стать настоящим инвестором компании и вместе реализовать этот проект. Давайте сначала поговорим о том, для чего компания привлекает деньги и в каком количестве эти деньги ей необходимы. Компания планирует привлечь 40 миллионов долларов за 3 года для строительства конструкторского бюро в особой экономической зоне Алабушево. Это площадка около Москвы. На данный момент мы уже получили от государства землю совершенно бесплатно для строительства нашего предприятия. Почему именно там мы решили строиться? Ну, во-первых, потому что сама земля бесплатна. Во-вторых, потому что там есть вся необходимая инфраструктура для подобных проектов. То есть там есть и железная дорога, и автомобильная дорога, протянуты все электросети, водоснабжения. То есть там можно спокойно начинать строиться, сделав лишь нулевые работы. Также там нулевые, значит, нулевой налог на прибыль. Ну, в общем, очень много таких преимуществ. Это такая небольшая офшорная зона на территории Московской области. Вполне легальная, но это делать для того, чтобы такие компании, как наша, могли встать на ноги и дальше уже развивать экономику нашей страны. Вот государство нам здесь в этом помогает. Это ответственно тем, кто говорил, что вам не дадут это сделать в России, то, что в России вы никому не нужны. Как видите, мы делаем это в России, и в России мы нужны. Поэтому, соответственно, на государственной площадке мы и будем размещаться. То есть все, это уже решенный вопрос. Нам нашу заявку на вступление в особоэкономическую зону одобрили. Соответственно, в марте мы начинаем нулевые работы. Ну, как позволит погода. Скорее всего, это будет в конце марта, когда уже растает снег. Ну и летом уже планируют начать само строительство. Вот примерно так. Для чего строится это конструкторское бюро? Ну, конструкторское бюро строится для заработка на этой технологии, про которую я сегодня рассказывал. Соответственно, многие думают, что планируется делать и в направлении завод по серийному выпуску электродвигателей. Это не совсем так. Компания планирует зарабатывать на продаже разработок. То есть на продаже документации на разработке электродвигателей. Как это выглядит? Приходит компания, допустим, она занимается выпуском электроавтомобилей и говорит, мне нужен электродвигатель для моего электроавтомобиля. С такими-то характеристиками для таких-то целей. Дмитрий Александрович Дуинов, там, своей командой, разрабатывает для него такой двигатель. Соответственно, делает для него опытную партию, снимает все характеристики и предоставляет документацию, то есть саму разработку этого двигателя заказчику. Плюс она дает ему методику, как заказчик сам сможет серийно этот электродвигатель для себя производить. В итоге получается, что заказчик имеет документацию на этот двигатель и умеет его серийно производить. После чего начинает для себя сам производить эти электродвигатели. Вопрос о том, сколько это стоит, кому это нужно, кто это заказывает. Но на самом деле это очень популярная разработка, это очень популярная услуга. И, например, компания Porsche, все думают, что основная прибыль компании Porsche с продажей своих автомобилей. В действительности же Porsche самые свои большие деньги зарабатывает на продаже технических решений. То есть Porsche это большое конструкторское бюро по большому счету. Соответственно, Дмитрий Александрович Дуинов будет заниматься похожей деятельностью. Единственное, что он будет применять именно технологию славянка в своих разработках, что будет позволять делать двигатели во многом гораздо более высоко конкурентны, нежели это делают аналогичные компании. Соответственно, сколько это стоит? Ну вот, например, когда компания BMW заказывала в похожем конструкторском бюро разработку двигателя мотор-колесо для своих целей, она заплатила порядка 75 миллионов евро. То есть 75 миллионов евро и такая разработка обошлась. Компания Siemens, когда делала для себя двигатели, заплатила 300 миллионов евро. Бывают разные, конечно, контракты. Например, компания, которая сейчас планирует работать с Дмитрием Александровичем Дуиновым, она занимается выпуском электроинструментов, она готова заплатить сумму в 30 миллионов. Ну, то есть достаточно различаются суммы, но они достаточно крупные. В среднем мы можем говорить о том, что одна разработка подобная обходится в 50 миллионов долларов. Много это или мало? Ну, для компании такого объема это, конечно же, небольшие деньги. То есть там для Porsche или для BMW такие деньги заплатить это не проблема. А при этом для нас, как для частного предприятия, для коммерческого, которое привлекает для создания такого продукта 40 миллионов долларов, для нас всего лишь одна разработка уже перекрывает все привлеченные инвестиции, которые, соответственно, нужны для строительства этого предприятия. То есть одна разработка перекрывает, один заказ перекрывает абсолютно все риски инвесторов. И этот заказ можно получить в любом уме. Соответственно, для чего инвестору участвовать в подобном предприятии, для чего ему инвестировать, что он получит. То есть, понятно, компания планирует построить конструкторское бюро. Дело в том, что все инвесторы, они становятся не просто инвесторами проекта, они становятся совладельцами будущего предприятия. Сейчас абсолютно каждый человек, который проинвестировал в компанию, и на ваши деньги как раз-таки будет строиться это конструкторское бюро, вы взамен получаете инвестиционные доли, которые после завершения строительства будут обменены на акции будущего предприятия. То есть вы становитесь совладельцем и акционером, создаваемого Дмитрием Александровичем Дуиновым бизнесом. и, соответственно, будете иметь долю в этом предприятии. Конечно же, каждый из вас получает инвестиционный договор, сертификат о той доле, которую вы имеете в компании. То есть вся эта процедура юридически полностью оформлена и полностью легальна. Вот, соответственно, зачем обладать акциями предприятия? Ну, я думаю, многие из вас так знают, особенно те, кто этими акциями на данный момент владеет. Зарабатывать на акциях всегда можно двумя способами. Первый способ – это, конечно, купил дешевле акции, продал дороже. Дело в том, что сейчас компания продает свои акции на своей инвестиционной доле гораздо дешевле их номинальной стоимости. То есть это так называемая венчурная премия. Когда вы сейчас инвестируете, вы несете определенный риск. Соответственно, компания вам дает венчурную премию и позволяет купить долю в компании с большим-большим дисконтом. Соответственно, чем мы ближе к завершению инвестиционной части проекта, тем этот дисконт ниже. То есть инвестирование становится менее выгодным для инвестора. Соответственно, инвестируя сейчас, вы получаете определенную венчурную премию. При этом, когда будет завершено уже финансирование, компания планирует проводить так называемое IPO, когда каждый из вас на фондовом рынке сможет продать свои акции в неограниченном количестве лиц. То есть это так называемое IPO. Причем на IPO компания планирует выходить уже по номинальной цене за одну акцию, что является гораздо большей ценой, нежели сейчас вы их приобретаете. Далее, кроме роста, конечно же, есть еще и дивидендная составляющая. Дивиденды планируется выплачивать раз в год. После уже завершения финансирования проекта 50% всей распределенной прибыли на дивиденды будет распределяться между всеми инвесторами, что является достаточно серьезной суммой и существенным пассивным доходом для каждого человека. И вопрос, нужно ли будет продавать свои акции сразу, или можно ли будет получать дивиденды, что лучше, что выбрать. Здесь каждый для себя уже сам определяет, по той причине, что можно продать свои акции сразу после того, как появится такая возможность через несколько лет. Можно же будет долго сидеть с этими ценными бумагами. И мы знаем случаи, когда за 30 лет, за 40 акции различных компаний вырастали в огромное количество раз, начиная с их венчурной стадии, в которой мы находимся сейчас. И абсолютно все крупные компании проходили подобную венчурную стадию. И как пример можно привести, например, компанию Google, которая выросла за 16 лет в 10 тысяч раз, или, например, компанию Apple, которая выросла за 38 лет в 68 тысяч раз, или, например, компанию Alibaba, которая выросла за 18 лет в 4 миллиона раз практически. То есть эти все компании были на венчурной стадии, на начальной, но тогда не было краудинвестинга, не было интернета, не было такого инструмента по привлечению инвестиций, поэтому они все на этом моменте были расхвачены крупными игроками. Сейчас же в подобных проектах есть возможность участвовать у любых людей, что вы можете делать в том числе и вы, благодаря, опять-таки, тому же краудинвестингу. Ну и пока вы будете капитализировать свою долю, вы будете получать дивиденды. Вопрос, там выросли ли компания через 30 лет в тысячи раз, конечно, никто вам такого гарантировать не может, но однозначно акции любой успешной компании растут, и растут достаточно быстро, обгоняя, как минимум, муфляцию, и дают большой-большой прирост за последующие годы. Сейчас я рассказываю о том, что планируется сделать, опытная партия электродвигателей делается на нашем собственном опытном участке. После этого на стендовом оборудовании с этих электродвигателей снимаются характеристики, и мы можем давать сертификацию на эти виды двигателей. И мы можем говорить о полном цикле создания и производства опытной партии, их сертификации, нашими собственными силами, что дает нам возможность создавать электродвигатели самостоятельно, и делать весь цикл работ от принятия ТЗ, то есть технического задания от клиента, заканчивая итоговым результатом и передачей ему документации. То есть это миниатюра того, что сейчас будет создаваться в особой экономической зоне Алабышева. Это мини-версия. Мы уже можем брать первые минимальные заказы на этом производстве. Не стоит ожидать, что это будут какие-то большие деньги, но все же это будут имиджевые заказы, которые помогут сделать компании имя, которые помогут заработать какие-то деньги отчасти, потому что в любом случае они нужны. И лишним это не будет, только поможет быстрее проект завершить. При этом, конечно же, наша основная цель сделать это не в минимальной стадии, а именно в стадии Алабышева, то есть конструкторского бюро, именно в особой экономической зоне Алабышева. Кроме этого, конечно же, было сделано еще огромное количество работы. Это, как я уже говорил, и налажено серийное производство нескольких видов электродвигателей с технологией Дуинова. Это и получение новых патентов, и сейчас это очень важно. Я думаю, что вы понимаете, что интеллектуальная собственность давно не менее важный критерий, не менее важный атрибут любой компании, даже чем материальная собственность, потому что, ну все говорят про станки, про стены, забывая о том, что патенты и материальная стоимость собственность, она может оцениваться гораздо-гораздо дороже. То есть про это почему-то многие не помнят. Соответственно, в этом же направлении работа продолжается. Также мы можем говорить и, например, о таких событиях, как договоренности с Китаем. Многие говорят о том, что вашу технологию попросту скопируют в Китае, и пока вы тут сидите, они сделают свое или украдут. Дело в том, что китайцы копируют только зарубежные компании. Китайцы никогда не копируют друг друга. У них очень жестокое законодательство в этом плане, и они очень хорошо умеют бороться за свои права, за свои патенты, за свою интеллектуальную собственность. И в Китае есть смысл идти, если у тебя есть там покровитель, если есть некая сила, которая готова тебя оберегать, тебя защищать и бороться за твои интересы. Теперь у нас такая сила есть в лице администрации провинции Вэйхай. Это крупная китайская провинция, с которой у нас подписан договор о сотрудничестве, в соответствии с которым она обязуется защищать индивидуальную собственность компании на территории Китая и работать над тем, чтобы никто технологию дуиного не копировал. Но, как Дмитрий Александрович уже неоднократно говорил, от копирайта спасает только одно, это не наличие патентов, как ни странно, это именно идти на шаг впереди всех тех, кто пытается тебя скопировать. Поэтому я думаю, что так это и будет продолжаться. Что хотелось бы сказать напоследок? Дело в том, что многие уже слышали про этот пресловутый пенсию, увеличение пенсионного возраста и про то, что эта тенденция будет продолжаться. Уже и в Госдуме говорят о том, что людям нужно самим заботиться о своей старости. И это не какие-то популистские высказывания, о том, что нужно заботиться о себе самому и так далее. Это, по большому счету, такой тренд, который приходит во все капиталистические страны. И если мы посмотрим на те страны, где капитализм уже давно, там это Европа, Америка, там инвестируют 60-70% всех людей. У нас же был социализм. Нам государство говорило, тебе не нужно беспокоиться о своем будущем, мы о твоем будущем позаботимся. Ты, главное, работай, а потом будешь получать пенсию. Эта система сломалась. Пока что мы продолжаем жить с таким же мышлением, поэтому в России инвестируют только 2-3% людей. Но сейчас люди все больше начинают задуматься над тем, что не нужно думать о том, что тебя кто-то будет содержать в старости. Почему бы самому не подумать о том, как сделать так, чтобы в старости у тебя было достаточно денег. Причем сейчас знаний и открытых ресурсов о финансовой грамотности. Их достаточно много. Вопрос, что не все люди этим озадачены, не все ищут эти варианты. Но те, кто ищет, их находят. Соответственно, я веду вас к тому, что каждый сам должен заботиться о своем финансовом будущем. И инвестировать нужно обязательно. То есть вопрос, куда. Одно из самых главных правил долгосрочного инвестирования, это, конечно же, то, что вам не нужно складывать все яйца в одну корзину. Нужно рассматривать разные направления. И одно из таких направлений для вас должен стать, конечно же, и краудинвестинг, потому что это одно из самых быстро развивающихся направлений во всем мире. Соответственно, среди краудинвестинговых проектов наша компания является одним из лидеров рынка. И мы, несомненно, являемся очень выгодным и перспективным вариантом для инвестиций. Поэтому нас рассмотреть с точки зрения инвестирования, конечно же, я вот так же рекомендую. Более того, то, о чем я сегодня еще не сказал, мы вошли же в особую экономическую зону Алабышу. Мы будем там строить наше предприятие и будем строить именно на деньги инвесторов, которые к нам присоединяются. А сейчас он уже более 100 тысяч участников в проекте из 100 стран мира. Несмотря на это, у нас всегда есть план Б, да, как говорится. И на данный момент у нас уже подписан договор о дофинансировании проекта от крупного инвестора. Этот крупный инвестор подписал договор, что он дофинансирует строительство конструкторского бюро в случае, если мы не сможем привлечь инвестиции собственными силами. Я вам говорю о том, что мы в любом случае построим это конструкторское бюро и в любом случае начнем этот проект и доведем его до коммерческой стадии. Вопрос только, будете ли вы с нами или вы будете в роли наблюдателей. С другой стороны, приобрести потом эти акции на фондовом рынке также будет интересным вложением, но, конечно, далеко не таким выгодным, как сегодня. У нас вообще проект разделен на этапы. С каждым этапом компания реализует определенные задачи, что уменьшает риски у проекта и что говорит о том, что проект продвинулся еще дальше по своей, скажем так, дорожной карте к финалу, к завершению финансирования. Соответственно, сейчас мы находимся на седьмом этапе финансирования из 20 возможных. Дело в том, что 25 февраля, это где-то через один месяц, у нас случится смена инвестиционного этапа. Мы перейдем сразу с седьмого этапа развития на девятый. То есть, в этот раз мы пропускаем восьмой этап. Мы выполнили те цели, которые закладывали на восьмой этап финансирования проекта, поэтому сразу переходим с седьмого на девятый инвестиционный этап. Это говорит о том, что с 25 февраля у нас очень серьезно ухудшатся инвестиционные условия для инвесторов. Поэтому, если вы планировали стать участником проекта и сделать инвестицию, конечно же, это нужно делать именно до 25 февраля, потому что вы приобретете инвестиционные доли процентов на 10, на 20, на 30 дороже, нежели вы можете это сделать сейчас. Поэтому я рекомендую вам в проекте разбираться, для того, чтобы успеть сделать инвестицию на седьмом этапе. Еще раз, потому что мы даже через один этап перескакиваем, то есть дисконт будет очень серьезно снижен. Если же вам еще нужны какие-то подтверждения или вы хотели бы ознакомиться с разработкой Дмитрия Александровича Дуиноба лично, я вас приглашаю 16 февраля на нашу большую конференцию в Москве. Эта конференция состоится, адрес не буду называть, в общем, сами посмотрите, адрес, место, точное время проведения. Я еще раз скажу о том, что это 16 февраля, что это Москва, это очень большая конференция, будут сотни людей, сотни инвесторов и партнеров со всего мира. Там будет представлено огромное количество различного вида транспорта с разработками Дмитрия Александровича Дуинова. Там будет и электровелосипед с мотор-колесом Дуинова, и будут разные автомобили с двигателем Дуинова. В общем, и сами двигатели Дуинова будут представлены отдельно, то есть это и до 90, и до 100С. В общем, огромное-огромное количество различных байков, велосипедов, электроавтомобилей с двигателем Дуинова. Поэтому, если личных не увидите, обязательно приезжайте. Там же вы сможете пообщаться со всеми инвесторами и партнерами, которые приедут, и также пообщаться и с командой разработчиков, и с командой, которая занимается продвижением проекта. Я там так же буду, поэтому 16 февраля. Единственное, не забывайте регистрироваться на эту живую встречу. Попрошу сейчас, вот Сергей, значит, выслал в чат вебинарной комнаты ссылку для регистрации на данное мероприятие. Ну, если вы нас смотрите на Ютубе или в социальных сетях, перейдите в наши новости, там вы, я думаю, информацию всю найдете. Да, если же вы совсем новичок, впервые смотрите этот вебинар, не забывайте подписываться на все наши социальные сети, регистрируйтесь в личном кабинете и обязательно обращайтесь к тем, кто рассказал вам об этом вебинаре. Я думаю, что он поможет вам в проекте разобраться. Павел, а вы сувенированную атрибутику для конференции не собираетесь делать? Я бы с удовольствием купил брелок с вашим лого, слишком уж он хорош. Так, 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 так. Давайте запишу атрибутику, узнаю, что будет в атрибутике. Так, узнаем. Павел, когда планируется выход на ICO? Андрей, я сейчас не могу вам сказать какую-то точную дату, или вы сами видите, что происходит с рынком криптовалют, с рынком ICO. На данный момент он просел серьезно, то есть все криптовалюты дешевеют, и в принципе к ICO интерес иссяк, ну, если не совсем, то во многом. И идти наперекор тому рынку, который сейчас есть, смысла никакого не имеет. То есть у нас очень эффективная модель по включению инвестиций, которая есть сейчас. Нам нет большого смысла перескакивать на что-то другое, начинать там ICO включать и так далее. Готово ли у нас все для ICO? Да, готово. Когда мы это запустим, пока вам не могу сказать, потому что большого смысла нет, опять там, биткоин дешевеет, все в криптовалютах разочаровались. Но лучше, когда все опять скажут, что криптовалюта это хорошо, что ICO это здорово, мы это включим как некий трендовый инструмент, который будет нам помогать, привлекать инвестиции основным способом. На сайте до сих пор висит объявление о вступлении в Клуб 1000. Еще можно вступить. Данила, смотрите, в Клуб 1000 нельзя, но в Клуб 100 можно. Именно поэтому там висит вступить в Клуб основателей, да, в личном кабинете у нас еще где-то, ну, уже, наверное, меньше 20 мест на вступлении в Клуб 100, но в Клуб 1000 уже вступить нельзя. Так. Жду мощности КБ, а сейчас в лаборатории достаточно начать брать заказы. Сергей, не все заказы можно выполнить в конструкторском, в лаборатории. То есть, во-первых, есть ограничения по самой лаборатории, во-вторых, есть ограничения по размеру, ну, то есть, вы понимаете, что некоторые двигатели могут быть развернуты в полукомнаты. Соответственно, такие там двигатели, конечно, мы сделать не можем. Плюс там есть другие ограничения, чисто технические у этого помещения, поэтому первые заказы брать можно, но далеко не все. Поэтому первые заказы, вероятнее всего, и будут выполнены именно в лаборатории. Но уже Дмитрий Александрович говорил по этому поводу, это будут во многом имиджевые заказы. Это заказы, которые не сцелят заработать деньги, не сцелят заработать себе имя, но да, то есть, нельзя сказать, что компания сейчас ничего не делает, ждет консортовского бюро. Такого, конечно, нет, работа идет в большом объеме. Павел, здравствуйте. Вы говорили, что после окончания финансирования будет внутренняя биржа. Вопрос, а какой смысл этой биржи, зачем она нужна? Андрей, смотрите, я думаю, что вы примерно понимаете, что такое биржа в принципе. То есть, фондовый рынок, проведение той самой IPO, это и есть выход на биржу. На бирже вы сможете свои акции продать другим людям, ну, соответственно, с целью получить доход. То есть, сейчас вы купили дешевле, продадите дороже. для помога, для этого эта биржа вообще и создана. но, когда инвестиции будут привлечены и когда предприятие начнет работать, нам все равно понадобится какое-то время для того, чтобы на это IPO выйти. То есть, это подготовка документов, это проведение аудита, это проведение всяких проверок компании. То есть, на это понадобится время. Кто-то, вполне вероятно, не захочет ждать этого времени. То есть, они захотят сразу, прямо сейчас продать свои доли. При этом, будет такая ситуация, что когда мы привлечем все необходимые инвестиции, многие будут хотеть все равно проинвестируть в компанию. Но сделать этого уже будет нельзя. Потому что, еще раз, инвестиции привлечены, новых инвесторов мы не принимаем. Но есть те старые инвесторы, которым не втерпеж, которые не хотят ждать биржи от фондового рынка. В таком случае мы делаем внутреннюю биржу для того, чтобы те старички проекта, кто хочет прямо сейчас продать свои инвестиционные доли, либо часть, либо все, могли их продать тем, кто хочет проинвестировать в проект, но уже не имеет такой возможности, потому что инвестиции не собираются. Ну, соответственно, для этого внутренней биржи делается. Это делается для такого удобства, что ли, инвесторов и участников проекта. по поводу интерактивности уточню. Люди, привлекаемые, заходят на сайт surgroup.pro. Они не смотрят фильм, они отталкиваются от данных на сайте, там их клуб тысячи и этапы напутаны и соответствуют срокам. Я с вами здесь полностью согласен, да, новый сайт у нас будет. Это без вопроса. Да, здесь все, все будет, но сайт это не быстрая работа. Здравствуйте, расскажите, что значит увеличение инвестиции. Смотрите, вы сейчас наверняка являетесь инвестором и вы платите рассрочку, то есть, вы платите рассрочку по своему инвестиционному пакету и, допустим, ваша рассрочка это вы платите по 100 долларов в месяц на протяжении 20 месяцев, то есть, оплачиваете пакет на 2 тысячи долларов. Когда-то вы считали, что вы хотите инвестировать 2 тысячи долларов, но сейчас вы понимаете, что вы бы готовы были оплатить пакеты на большую сумму, например, на 5 тысяч долларов. И у вас есть, ну, то есть, вы хотите проинвестировать уже не 2 тысячи, а 5 тысяч долларов. Соответственно, у вас есть какой вариант? Взять, купить еще один пакет на 3 тысячи долларов, в таком случае у вас будет инвестить сообще на 2 тысячи долларов. но чтобы так не делать вы можете свой текущий пакет который у вас на две тысячи долларов увеличить до пакета на пять тысяч долларов в таком случае и он будет увеличен по тому же дисконту по которому вы взяли свой первый пакет понимаете да в итоге вы берете увеличите пакет 2000 долларов до 5 и просто продолжайте его оплачивать в итоге вы инвестируете 5000 долларов вместо двух то есть это за это увеличить пакет друзья я смотрю вопросы больше нет я думаю что еще раз вас уведомлю об этапе и можно потихонечку заканчивать так что помните друзья что 25 февраля у нас смены инвестиционного этапа обязательно сообщите об этом всем своим друзьям партнерам предлагаю запускать рекламные кампании то есть смена инвестиционного этапа это самое самое привлекательное время как для привлечения инвестиций по партнерской программе так и для того чтобы сделать личную инвестицию где-то месяц у вас на это остался и переходим и сразу седьмого на девятый этап поэтому дискон будет снижен очень и очень серьезно также 16 февраля у нас пройдет большая конференция в москве где можно будет не только познакомиться со всеми инвесторами участниками проекта и послушать что-то со сцены то что выращать спикера там вот и команда разработчиков и команда который занимается продвижением проекта но и самое важное что вы сможете ознакомиться со многими разработками дмитрий санчатую новое то и электро автомобили с двигателем 2 новое и байки с мотор колесами 2 нового то есть все это вы можете увидеть потрогать так что ждем вас москве регистрацию обязательно друзья проходите берите с собой новичков берите всех кому этот проект может быть интересен хотите всей семьей приходите то есть многие детьми приходят это действительно интересное мероприятие которое можно посетить в субботу хороший субботний день кончивать всем большое спасибо за присутствие на этом вебинаре напоминаю что следующий вебинар состоится в четверг в 19 часов по московскому времени на этом вебинаре будет присутствовать лично дмитрий александрович дуйнов мы там расскажем на этом вебинаре последние новости последние новости также расскажет дмитрий александрович дуйнов и соответственно ответим на все ваши вопросы так что приходите всех ждем четверг